Да, с ним кто-то беседует и говорит, ну давай смотреть, что с тобой делать дальше, парень. Ну если мы заранее понимаем, на что человек годится. Да, и мы начинаем с ним работать уже, а кого-то планируя потом в отдел маркетинга, кстати, очень хорошие маркетологи получаются из бывших сейлзов, да, если, ну, с соответствующими мозгами, потому что они уже прошли эту школу, и они более прагматично относятся к маркетингу, потому что они уже понимают, где там на самом деле деньги-то зарабатываются. Вот, и мы уже с человеком начинаем индивидуально работать, ты пойдешь туда, то есть мы его мотивируем, да, и мы ему предлагаем, смотри, да, ты можешь пойти вот сюда. На ближайшие два года твоя перспектива такая, возможно, потом ты попадешь сюда или сюда. Как вы думаете, снижает ли это текущий скандал? Нет, снижает. Еще как снижает. Конечно. Потому что когда у человека нет перспективы, да, ему через там полтора года у него кончился запас энтузиазизма, а куда дальше? Да? Непонятно, а человеку, который к чему-то стремится, он хочет смотреть, что дальше? Ну, хорошо, год я работаю здесь, а дальше? Что, типа ждать, пока свистнут? Типа тебя позовут, ты дергайся, ты не дергайся. А человек хочет понимать, какая у меня перспективка. И вот когда мы ее рисуем, становится гораздо интереснее. Вот она, карьерная перспектива. Ну, и саморазвитие, это инвариант. Напомню, не все способны к карьере. Не каждый может расти вверх. Не каждый может расти горизонтально. Есть люди, так называемый термин, хорош на своем месте. Вот он как раз родился продавцом. Бывают такие люди, да? И не надо его никуда повышать, только хуже будет, да? С другой стороны, нужно, чтобы он получал удовольствие и не дергался, в общем-то, да? Нам нужно, чтобы он работал продавцом. Потому что, если мы ему не нарисуем дорогу, да? То он сам себе ее начнет искать, там, то метить в руководителя, то уходить в другую компанию, да? То там еще просто колобродить начнет, потому что не оценили, блин. Да? Значит, мы должны ему помочь. И один из таких навыков, это саморазвитие, да? То есть, тогда мы, желая человека мотивировать и не желая его пускать в карьерную перспективу, да? Мы можем вместе с ним как-то подумать о развитии его собственных компетенций. И в ряде случаев оплатить непрофильные интересы. Да? То есть, человек, не знаю, оплатить ему кружок Экибана, если его Экибана интересует. Почему нет? Вы же хотите, чтобы он тут остался? Замечательно. Продавать он умеет. Прошел все курсы, да? Карьера, ну, не стоит ему давать карьеру в маркетинг. Не надо ему в маркетинг. Это продавец, да? Пусть тут работает спецназовцем, да? Вот нам нужно, чтобы он здесь сидел. Как это сделать? Нет, просто у человека есть, как правило, хобби, да? У каждого есть какое-то искусство, да? И, между прочим, довольно сильно, ну, после выстраивания материальных аспектов бытия, человек мотивирует, когда компания обращает на него внимание как на личность и готова выражать желание оплачивать его непрофильный интерес. Замечательно. Значит, он тут работает и тут получает удовольствие, потому что здесь ему спонсируют что-то, да? Почему бы и нет? Может быть, он любит автогонки, да? Может быть, еще что-то. Почему бы и нет? Это не значит, что ему надо болит Формулу-1 покупать, дорого обойдется, да? Но всегда можно подумать, что он любит. Иногда этого пугает, что же мы, типа, должны кебаму спальсировать? Я говорю, нет, не должны, можете искать нового сотрудника, если это дешевле. Конечно. Нет, я сказал, это и горизонтальный, и вертикальный. Ну, это не принципиально. Вопрос, что хочет конкретный человек, и вопрос, что может конкретный человек. Потому что не каждый, который хочет быть руководителем, может им быть. И вот возможность какого-то горизонтального роста, то есть переход в какие-то другие службы, фактически это помощь в самореализации, да? Человек кричит, там, скребет копытами, кричит, хочу в начальнике. А задача HR, внутри компании или снаружи, грамотно провести собеседование, сказать, смотри, парень, как у тебя все это устроено. Да, ты знаешь, руководителя я бы тебе не советовал. А зачем ты ходишь в руководителя? Определяем мотивацию, а денег больше хочешь? Давай мы с тобой поищем, как тебе здесь деньгу заработать, или вот тут. А, тебе неинтересно продавать, а что тебе интересно? Вот это, вот это, вот это. А давай мы тебя в этот отдел направим. Без поражения в правах, да? То есть давай ты вот пройдешь вот так, вот так, попробуешь себя здесь. А если не понравится, вернешься. То есть, понимаете, потому что если мы человеку не показываем эти дороги, то он начинает сам куда-то тыкаться, в общем-то, да? И не в компании, как правило. Чаще на стороне. Потому что у нас не развита культура собеседования, да? У нас, и вот это еще одна из задач, развивать в компании такие вещи, как? Асессмент раз, какая-то. Ну, асессмент одна из методик, в принципе, диагностика персонала, да? Значит, вопрос следующий. Надо учить сотрудников беседовать с компанией. Потому что на что сотрудник не имеет права? Начать диалог с компанией с подачи заявления. Да, фактически это шантаж. И после этого, по идее, сотрудник с миром валенком по заднице, надав напоследок. Да, если он начал диалог с заявления, то, по идее, с ним дальше беседовать не стоит. К сожалению, реалии рынка труда не позволяют себя так вести. Я очень хорошо это понимаю. Но по правилам, человек, начавший диалог с плевка в лицо компании, гуляй. А, типа, думал, уговариваю. Нет, не будет. Не понял вопроса, говорит руководитель. Ты же его за этим поддал? А, это типа была форма вежливая, давай поговорим, да? Знаете, как налоговая инспекция вывешивает приглашение на стрелку на счет денег, делает накаты, арестовывает счет. Руководитель говорит, блин, что же случилось? Ему опытные люди говорят, тебя для беседы пригласили. Тебе флажок повесили, да? Парень, пора зайти. Чего-то мы давно тебя не видели. Ты про нас забыл. А, говорит, понял. И там решается как-то вопрос. Если на вас не напали, вам показали, нельзя про нас забывать, да? Так вот, поэтому следует обучать сотрудников диалогу с компанией. То есть, в компании надо ввести культуру диалога. А именно, понимаете, чтобы оградить сотрудников неправоверных действий, они ведь часто подают заявление не потому, что сволочи, а потому, что не знают другого пути, как еще привлечь внимание любимого шефа к своим проблемам. Да, но их этому надо научить. И для этого надо, например, иногда провести лекцию, как вести переговоры с компанией. И объяснить им, что если сотрудник недоволен своей мотивацией, недоволен своей работой, испытывает какие-то вопросы по карьерному росту, то он должен сделать следующее. А что сделать, я не знаю. Это надо в вашей компании подумать. То есть, к кому он идет? К своему непосредственному шефу? К HR-службе? К вице-президенту по кадровым вопросам? Это зависит от компании. Может быть, имеет право обратиться по личному вопросу к президенту, прямо к компании. Если компания небольшая, да, и там нет времени для всех этих изысков разводить. Ну, бывает такое, что в компании просто нет таких служб. А аутсорсер далеко, да, и вызов стоит, не знаю, 50 долларов. Поэтому вроде как президент компании думает, опаньки, сейчас грузчик скажет, хочу, приедет человек за 50 долларов, будет беседовать с грузчиком. Да, вроде как неинтересно. Ну, я так шучу. Поэтому лучше, конечно, понять, а что человек должен, собственно, сделать. Потому что не только надо ему говорить, нельзя подавать заявление, начиная диалог, это неправильно, будешь уволен. А ему надо сказать, а как правильно? Да, и в компаниях иногда проводится лекция, приглашенный специалист рассказывает, как, как бы, обстоять свои права в диалоге с компанией. Иногда это вызывает такая идея, ужас, как же так, они же с нас начнут требовать. Они могут требовать, мы можем не давать. Но это, знаете ли, состязание броня-снаряд. Но, на мой взгляд, пусть лучше придут ко мне и потребуют, чем, полагая, бесполезно ходить разговаривать, начнут диалог с заявления. И иногда уже потом не будут знать, что я с ним делать обратно. Раз уже подписали. Потому что часто подают заявление, чтобы начать диалог, а иногда подают, потому что не видят выхода и не хотят делать шаг назад. Типа, что я за мужик, если теперь обратно заберу. Вроде как, что друзья будут думать. Да, поэтому лучше опять профилактировать и научить сотрудников диалогу с компанией. Как правильно, как неправильно. Но желательно потом, конечно же, если приходит сотрудник и говорит, вы знаете, шеф, мне что-то скажешь, что моя зарплата маловато, то руководитель мне должен устраивать театрализованное представление. Типа, я тебя на помойке подобрал, обогрел, а ты теперь слово, что же мне тут устраиваешь, гад ползущий. Таких вещей делать не надо, потому что к вам ходить перестанут. По результатам переговоров первого мгновенно узнает вся компания. Что с ним было, когда зашел. Или там отмутузили мордой по полу, или так нормально пообщались, пришли к каким-то выводам.